И здесь ничего нет, упаковка пустая. Ты чувствуешь себя обманутой. Всем привет, добро пожаловать на мой канал снова. Меня зовут Юля. И в сегодняшнем видео мы будем с вами распаковывать новый адвент календарь от Glossy Box. Что же такое Glossy Box? Glossy Box это компания, которая делает бьюти боксы косметические каждый месяц. И эта компания базируется в Великобритании, не в США. Этот бьюти бокс стоил 99 долларов, но если вы подписаны на их бьюти бокс, вы можете купить этот адвент календарь за всего лишь 89 долларов. Итак, что же нам обещает Glossy Box в этом адвент календаре? Во-первых, наполнение этого адвент календаря составляет более 500 долларов, а именно 550 долларов. Это не сказка? И также мы должны получить 25 каких-то новых, уникальных, интересных продуктов. Календарь гораздо больше, интереснее. И продукты, которые мы получим, должны быть гораздо-гораздо разнообразнее, чем в прошлом году. Давайте это проверим. Первое, что я вижу, это вот такой буклетик, на котором написано спойлеры. Если вы хотите, чтобы это было для вас как сюрприз, вы не должны смотреть себя до того момента, пока вы не откроете его. Так, мы видим, что здесь такие три очень аккуратные и красиво сделанные этажи этого адвент календаря. И, вы знаете, дизайн мне очень нравится на самом деле. Тут, кстати говоря, я вам не сказала, такой магнитик, то есть это все примагничивается. И мне кажется, что я даже сохраню этот бьюти-бокс, потому что очень классно будет хранить какую-нибудь бижутерию, какие-нибудь мелочи, даже косметику. Почему нет? Давайте, наверное, начнем с нашего первого этажа. Так, я уже вижу цифра 1. Слушайте, такие тут огромные эти упаковки, то есть они прям гигантские, вот особенно первая. И она чувствуется очень такой тяжеленькой. Это палетка. Палетка для лица от Makeup Revolution Face Coat. Оу, это хайлайтеры. Хайлайтеры никогда не бывают лишними. Посмотрите, как они красиво все выглядят. Оу, какие они мягкие на ощупь. Не сказать, что они прям, знаете, такие супер масляные, но приятно чувствуются на коже. Больше чувствуются они как такие блестки на вашей коже. Хайлайтеры никогда не бывают лишними, поэтому очень-очень здорово получить такую палеточку. Я так понимаю, что она прямиком из Великобритании, потому что у нас я такой палетки не видела пока что. Но сделано это все, конечно, в Китае. Так, давайте найдем наш номер второй, потому что они не находятся здесь бок о бок. То есть все не по порядку здесь в этом календаре идет. Не так, как в календаре Look Fantastic. И я пытаюсь найти на первом этаже этого всего нет. Я вижу номер три. Нашла вот здесь номер второй наш находится. И давайте его уже... Звучит очень даже неплохо, но это легкая коробочка, скажем так. Очень легкая. Я уже вижу, что это такое. Наверное, это подводка от Ила Маска. Да, это лайнер. В общем, он в черном цвете, как это, в принципе, и бывает. Окей. Окей, он очень пигментированный, кстати говоря. Я сейчас пошла в свою косметичку и поняла, что, по-моему, у меня даже точно такой же лайнер. Вот точь-в-точь. Как это можно понимать, этот лайнер я получила, кстати, в подарок от Ипси. И он немножко такой плотный и толстенький тоже. Мне иногда нравятся лайнеры больше, которые тоненькие такие, если вы понимаете, о чем я. День третий. Нашла. Чувствуется легким, опять же, но чувствуется, что какая-то баночка там может быть. Окей, это очищающий бальзам для кожи от бренда Clean Zero. Это корейский бренд. И вы знаете, я очень давно хотела пробовать их продукты, потому что я слышала, что у них очень-очень хорошие бальзамы. И он пахнет, кстати, приятно. И здесь у нас 7 мл продукта. Я думаю, что на 2-3 раза его должно вам хватить вот так. День четвертый. Давайте посмотрим, что нас ждет в четвертом дне. Чувствуется легкой. Возможно, это какая-то маска для сна. И это я вижу патчи для глаз от бренда Honor New York, All Eyes on Me. И эти патчи призваны подсветить вашу кожу под глазами. И я вижу по составу здесь очень-очень даже хорошие компоненты. Ни разу не слышала об этом бренде, но будет очень интересно попробовать его. Может, даже сегодня. Номер пять. Давайте посмотрим, что нас ждет в этот день. Вот в самом конце, в самом последнем этаже этот номер пятый. Ну, блин, как так, ребят? Чувствуется немножко тяжелым, но более на легкой стороне. Это вроде пудры, может быть. Это духи от Victor & Flower. И у меня уже был такой аромат, но он был более классический. Это, я так понимаю, какая-то обновленная версия. И я могу сказать точно, что они невероятно сладкие. Они настолько сладкие, насколько духи могут быть сладкими в принципе. И здесь мы видим 7 мл. И я так понимаю, что это какой-то другой у них, более новый аромат. Пахнут они приятно, но все-таки чувствую этот невероятно сладкий аромат. Поэтому, если вы любите очень сладкие ароматы, этот бренд вас может порадовать очень сильно. День номер шесть. Давайте посмотрим, что нас ждет в этом дне. Какая-то огромная упаковка. Вау. Еще тяжелая. Что же это может быть? Тарт. О, боже. Тарт это всегда хорошо. Мне кажется, что мы все любим тарт, так или иначе. И это, я так понимаю, мицеллярная вода. Да, это называется мицеллярная вода. Мицелляр Мэджик. 190 мл. И посмотрите, как это красиво смотрится. Очень прикольная упаковка. Мне нравится. Приятно. Немножко такой легкий аромат. Я сладковатый. Небольшой совсем. Спорный, спорный такой, знаете, компонент этого адвент календаря. Но мы не унываем. Давайте перейдем к нашему следующему номеру. А именно номеру седьмому. Нашла. Наконец-то. Мне потребовалось пару минут точно, чтобы сообразить, что это здесь. Итак, коробочка чувствуется нелегкой. Это очень радует. Но и не тяжелой. Что же это может быть? Ребят, скажите, а вы что-нибудь вообще заказывали за две календарей в этом году? Или вы только любите смотреть, как другие распакуют? Потому что я знаю, что очень много из моих подписчиков заказывали Look Fantastic. Поэтому пишите в комментариях, что вы купили. Итак, что же это такое? И это три в одном увлажняющий крем от самого бренда Glossy Box. Крем может также использоваться как праймер перед нанесением макияжа, что очень здорово. Здесь 50 мл, и мне кажется, что он не выглядит маленьким по размеру. Знаете, это всегда хорошо получить такие какие-то увлажняющие крема. Почему нет? Пахнет он приятно. Такой сладковатый, опять же, аромат. И он как будто тает на коже, когда вы носите его, очень приятно ощущается. И еще он немножко холодит кожу, мне показалось это так. Следующий день перед Рождеством номер 8. О, я знаю, что это такое. Это такая штучка, которая позволяет вам скрабировать ваше тело, пока, например, вы в душе. И этот спонж по своей силе скрабирования у нас средний или mild. Души всегда все пригождаются, как это ни странно, из этих адвент календарей. Номер 9. Девятый день перед Рождеством. Чувствуется тяжеленькое, то есть, возможно, там очень даже что-то интересное лежит. Может, какая-то палетка теней. О, я вижу спрей в очень красивой красной упаковке. Бренд называется Lee Stafford, и это кондиционер для волос после помывки. Вы наносите его перед сушкой феном, например, и ваши волосы напитываются всеми возможными увлажняющими компонентами. И, в общем, получается, фен вам не будет так сильно вредить. Давайте мы понюхаем его. Какой-то такой аромат парфюма очень-очень приятный. Мне нравится, когда, опять же, спреи очень вкусно пахнут. И сделано это в Великобритании. День номер 10. Давайте посмотрим, что нас ждет в 10 дне. Самая большая коробочка из последнего нашего ряда. И чувствуется это не тяжелым, но чувствуется, что там что-то плотное лежит. Очень интересно, что... Ммм, это какая-то как маска. Вау, посмотрите на эту красоту. Это вообще что такое? Окей, это бренд Freeman. Все мы знаем бренд Freeman. У них невероятно известные маски для лица, которые помогают бороться с прыщами. Они, по-моему, на основе глины, там, лимона, все такое. Я покупала их когда-то, когда я была еще в Азии. И мне они нравились. И это какое-то новое что-то. Раньше вообще не видела. И здесь такие милые мишки на упаковке. И сама маска, она так прозрачная. И в ней имеются такие разные, как кристаллы чего-то розовые, красивые. Вау, невероятно красиво. И здесь еще вторая маска от бренда Freeman. И это маска для шеи. Для того, чтобы сделать вашу шею гораздо более упругой. И убрать все признаки старения. Это, я так понимаю, вообще новые-новые продукты. Потому что у нас такого в США, в Штатах нет. Я ни разу не видела, по крайней мере. Какой у нас следующий номер? Я уже немножко запутываться начала, если честно. Мне кажется, у нас должен быть номер десятый. Это было очень легко найти этот номер. На самом деле, невероятно легкая упаковка чувствуется. Она прям... Как будто бы ничего там нету даже. Что? Здесь ничего нету. Как это вообще понимать? Я извиняюсь, конечно, но почему здесь ничего нет в этой упаковке? Мы только что раскрывали эту упаковку или нет? Окей, давайте продолжим. Может быть, я ошиблась. Двенадцатый номер, он прямо у нас здесь. Почти затаился, знаете, спрятался, чтобы мы не нашли. И он чувствуется легким. То есть, ничего там такого тяжеленького ожидать нам не придется. Это крем для глаз от бренда Avant. Здесь мы можем найти гиалуронку, коллаген. Также какой-то пропальнедиол гликолический. И это для как раз-таки возрастной боли кожи. И я ни разу не слышала об этом бренде. Слышала ли вы? Потому что, мне кажется, это чисто такой британский бренд. Пахнет он очень приятно. Кстати говоря, возможно, даже буду это использовать как подарок. Потому что я знаю, как я могу это отдать на пользу. Дальше номер тринадцатый. Фу, это крем. Крем от бренда Rodeal. О, извиняюсь, ребят. Это умывалка для лица с витамином С. У меня уже, кстати, у нас с вами попадалась. Их мицеллярная вода в прошлом. Адвент календаре от Look Fantastic. И я даже ни разу не пробовала ее, если честно, еще. Но я слышала, что Rodeal это какой-то такой новый трендовый бренд, который очень себя зарекомендовывает на рынке. И здесь двадцать миллилитров продукта, что, в принципе, хватит вам, ну, может быть, на неделю, полторы или даже две. И я вижу, что здесь в составе имеется очень много классных вещей, такие как АХ-кислоты и также витамин С. То есть, мне кажется, если вы пользуетесь даже таким безобидным очищающим гелем, то обязательно нужно использовать какой-нибудь крем с SPF, чтобы защитить кожу после использования АХ-кислот. Это очень важно. Ну что, в принципе, пока у нас все нормально идет, я не могу сказать, что я, знаете, прям так счастлива, как была в прошлый раз, когда открывала и там у нас Амаровица, какой-то еще дорогой британский бренд. Но, в общем, я не расстроена пока еще сто процентов. Номер четырнадцать. Вот он здесь затаился такой, чувствуется легкой опять же, чувствуется, что там может быть какой-то делюкс размер какого-нибудь крема для глаз, может быть. Я извиняюсь, ребят, мой свет сзади меня просто постоянно то включается, то отключается, и я решила его отключить. Надеюсь, его не против, потому что он, видимо, не заряжен, и поэтому, в общем, он создает такие непонятные иллюзии. Я реально уже сколько раз говорила себе, Юль, не пользуйся этим светом, если знаешь, что он не заряжен, потому что тогда видео будет не совсем, знаете, гладким по визуальной части. Поэтому я извиняюсь, ребят, надеюсь, что это не слишком портит картинку, когда нету света сзади. Это тушь от Wonder Beauty, и она должна вам дать объем и также удлинение. Мне кажется, у меня такая же тушь почти есть уже от Wonder Beauty. Вот моя тушь, которая попалась мне в одном из бьюти-боксов, и моя тушь предназначена для объема ресниц и также подкручивания. Дальше номер шестнадцатый. Очень близко лежит, мне пришлось его очень долго искать. Чувствуется немножко даже тяжеленьким, что же там будет, интересно. Очищающие салфетки. Ммм, всегда пригодятся в хозяйстве. И это бренд Avioskin и Aurora. Очищающие салфетки с экстрактом каннабиса. Пахнут они очень даже приятно по-косметически, ничего такого супер, знаете, каннабисного нет в этом. Но очень приятно, однако, что какая-то ухаживающая часть есть в этих салфетках. Эти салфетки сделаны в Канаде, и на упаковке бренд пишет, что оказывается вот этот каннабис, который используется как экстракт в этих салфетках, он выращен в Канаде. И, в общем, это все 100% органическое и протестировано в лаборатории. Очень прикольно. Салфетки, это любовь, мне всегда их не хватает, если честно, в хозяйстве. Дальше переходим к номеру 17. У нас осталось уже совсем немножко этажей нераспакованных. Это крем для тела от бренда Crap Tree. Маленький размер, делюксовый размер, 15 мл. Упаковка очень даже смотрится прикольно. Давайте понюхаем его. Ни разу не слышала об этом бренде. Вот такие бренды, которые попадаются в адвент-календарях, которые из Великобритании, они, как правило, очень уникальны. Для тех, кто, например, живет либо в России, либо в США. Очень приятный аромат, кстати. Немножко напоминает аромат какого-то парфюма. И этот крем в составе имеет аха-кислоты, что может повлечь за собой чувствительность кожи. На упаковке это написано. Ни разу не встречала крем для тела с аха-кислотами. Для лица, да, но для тела это впервые. Переходим к номеру 19. Уже приближаемся к нашей двадцаточке. Очень легкая упаковка по весу. Кисточки. Я всегда обожаю новые кисточки. Пробовать смотреть, как они могут улучшить мою растушевку. Макияж, нанесение теней. И мы получаем две кисточки. Одна она для того, чтобы сделать идеальную стрелку с использованием, например, теней ваших любимых темных. А вторая кисточка уже для того, чтобы нанести оттенок теней по всему веку. Очень мягкие кисточки на ощупь. Очень прикольные. Наверное, они синтетические, скорее всего, конечно же, иначе бы они здесь не были у нас. Мы подходим уже к двадцаточке нашей. Итак, я видела, что здесь начинается наш второй рубеж подготовки к Рождеству. Ой, по-моему, это крем. Я знаю этот бренд. Это бренд называется First Aid Beauty. И это их очищающий гель для лица. Вообще, этот бренд, он невероятно органический. Он не использует никаких непонятных отдушек в своей косметике, чем он и очень любим в Америке. Потому что американцы терпеть не могут, когда, в общем, в их продуктах для тела или для ухода за кожей лица какие-то непонятные парфюмированные композиции находятся. В этом тюбике 28,3 грамма продукта, что очень даже неплохо. Пахнет он ничем, если честно. Никакого аромата я не чувствую. В этой умывалке большое количество антиоксидантов, которые специально были сформулированы этим брендом. Номер 21. Давайте посмотрим, что нас ждет в 21 номере. Ребят, я пропустила эти два номера, 15 и 18. Как так получилось вообще? Блин. Потому что они все так спрятаны, что их даже, знаете, сложно очень видеть, когда раскрываешь этот полный этаж. Ну что, давайте теперь откроем наш 15 номер уже. Почему нет? Чувствуется плотненько. Что-то там положили очень даже восхитительное, скорее всего. Это маска для лица. Да, это маска для лица от бренда 3 Однерки Скин. Это очень такой, ну то, что люксовый бренд, но его все почему-то очень любят в Великобритании. И у меня есть, кстати говоря, их умывалка с витамином С, которой я уже пользуюсь каждый день. И также что-то у меня еще было, крем для глаз у меня их был, очень понравился. И это, естественно, полный размер, полный объем маски. Маска с розовым золотом, которая способна делать вашу кожу гораздо-гораздо более сияющей. Очень красивая упаковка, такая рождественская. И, да, маски никогда не бывают лишними тоже в хозяйстве, по-моему. Номер 18, про которую мы забыли благополучно уже. Как так получается вообще? О боже, это помада от Kat Von D, KVD Beauty. Называется сейчас так. Полный размер, уже очень даже это восхитительно все чувствовать. И цвет, цвет он супер красный цвет, который называется Santa Sangria. Надо все так запечатано. Вау, какой яркий цвет, ребят. Посмотрите, насколько он. Даже здесь он выделяется на фоне всего. В принципе, на руке он не выглядит таким супер ярким. Это достаточно такой настоящий красный цвет, я бы сказала. И, конечно, пигмент у этого цвета просто невероятный. Просто запредельный пигмент какой-то. Но помада никогда не бывает лишней от KVD, поэтому прикольно. Но цвет, я бы, наверное, была больше рада увидеть какой-нибудь более нюдовый оттенок. Например, ее очень знаменитый оттенок Лолита. Ух, это самый потрясающий оттенок нюдовой помады, которую я когда-либо пробовала в тестерах. Но в полном размере почему-то я так и не купила. Может быть, в эту черную пятницу я обязательно это сделаю. Вернемся к нашей двадцатке. Номер 21. Номер 21 чувствуется достаточно тяжеленьким. Как будто там какая-то баночка с чем-то. Что это такое, ребят? Это тени. Это праймер для глаз от бренда The Beauty Crop. Я так понимаю, этот бренд типичный британский бренд. Упаковка просто потрясающая на самом деле. Такая немножко с юмором, но в то же время в ней есть что-то милое. Я не знаю, буду ли раскрывать это, потому что, может быть, я решу подарить это. Потому что, сами понимаете, когда у тебя столько косметики с адвент календарей, тебе хочется, ну, не захламлять свой дом всякой мелочью. Но праймер, ребят, никогда не будет лишним в хозяйстве девушки. Дальше номер 22. Чувствуется легеньким он почему-то. Такое легкое-легкое что-то прям. Я не понимаю, почему здесь ничего нет. Не открывали же 22 номер, еще нет. Вот я не помню, чтобы я открывала его вообще. И здесь ничего нет. Упаковка пустая. Чтобы вы понимали. Ничего. Окей. Номер 23. Здесь у нас что-то уже есть. Я знаю этот бренд. Это бренд Dr. Palpal. Я много о нем слышала. И вот, наконец-то, да, это бальзам в огромной, просто огромной тюбе. Наверное, красноватый такой будет яркий цвет. Этот бальзам может использоваться не только на губах, но и на щеках. Давайте понюхаем его. Ну, немножко ощущается аромат каких-то таких, может быть, масел, что-то вроде того. Ууу, какой красивый цвет. Вау. Чтобы вы понимали, вот так выглядит бальзам. Такой красненький-красненький. И помада от KVD. Примерно один и тот же оттенок красного. Такой настоящий красный, можно сказать. Приятный по текстуре. Не чувствуется липкости вообще никакой. И мне кажется, это всегда приятно получить бальзам в бьюти-боксе, в адвент-календаре. Потому что они всегда очень хорошо расходуются и всегда нужны. Thank you. Муж такой милый приносит воду, потому что знает, что ты, когда очень много говоришь, пересыхает все во рту. И вода это источник энергии. И у нас осталось последних два номера. Номер 24 и номер 25. Мне очень хочется верить, что эти два номера дадут нам тот самый эффект вау. Потому что, я не знаю, вот есть ли у вас то чувство, что все продукты прямо такие вау, как классно, известные бренды, понимаете? Пока еще не встретила какого-то такого бренда, суперизвестного. Я бы чувствовала, что да, это вот оно. Что-то маленькое, что-то... Это лак для... Да, это лак для ногтей. И очень красивый, такой яркий... Не то, что яркий, это очень насыщенный, интенсивный цвет вина красного. Я, если честно, сама не очень люблю использовать лаки для ногтей. Я лучше пойду, например, в салон красоты, в салон ногтей. И сделаю маникюр, ну, лак, гель-лаком. И, в общем, не буду падиться о том, что лак не высох, потом он начинает оставлять вам следы по всему дому, надежды, понимаете? Потому что нужно правильно это все еще сделать. И, кстати, оттенок этого лака называется Victoria. Очень приятный цвет, но я не знаю, буду ли пользоваться когда-нибудь. И последний наш 25 номер, последний день адвент календаря от Glossy Box. Давайте же посмотрим, что у нас там. Упаковка чувствуется тяжелой. Это палетка? Да, это палетка теней, ура, ура. Бренд называется Iconic London. Я так понимаю, это британский бренд. Окей, упаковка, опять же, очень такая новогодняя, золотистая. Кто не любит золото? Все, перестаю болтать, давайте ее откроем. Она побитая. Ребят, почему мне так сегодня не везет с этим адвентом? Посмотрите, насколько она вся разбилась при транспортировке. Как это вообще понимать? То есть здесь два, три, три оттенка. Они разбиты и, ну, палетка, получается, не будет уже такой цельной. Все тени осыпаются просто. Я не знаю. Это просто печально, потому что хоть они, да, упаковали все это в такую упаковку, которую якобы должна была защищать от того, чтобы тени благополучно разбились, но я не знаю. Это все отменяет настроение новогоднее, рождественское, которое я хотела получить от этого Beauty Box. Палетка состоит из 20 очень сильно пигментированных розовых, персиковых цветов, бронзовых и также золотистых оттенков. И, в общем, эта палетка сделана, сделана она в Китае. Окей. Ну, оттенки, цветовая история, в принципе, мне нравятся. Это очень красивые оттенки. Здесь очень есть красивый розовый оттенок, который называется Merlot. Типа, в винный понедельник или когда вы пьете Merlot в понедельник, вот такой же оттенок, очень красивый. И теперь пришло время открыть наш буклет со спойлерами. В номере 22 мы должны были получить маску для лица от бренда Hape Honey. Очень хороший, зарекомендовавший себя органический бренд. И в номере 11 мы должны были получить такую, как шапку после душа или шапку для принятия душа, чтобы волосы не намочились, и мы ее не получили. Стоимость этой шапочки должна была 26 долларов. На самом деле, я считаю, что когда так происходит, это заставляет тебя задуматься о том, а хочу ли я покупать этот же адвент календарь в следующем году от этой компании, потому что ты чувствуешь себя обманутой. Ну, то есть, почему я заплатила 99 долларов за этот календарь, и я не получила два своих товара из него, и также моя палетка оказалась разбита. Я понимаю, что это все форс-мажор, и все возможно, но ни разу не видела, чтобы кто-то недополучил каких-то товаров, которые они должны были получить. И я не знаю, ребят, я не могу сказать, что этот календарь дал мне какое-то рождественское, праздничное, магическое настроение, вот из-за вот этих маленьких таких моментов. Они могли бы написать имейл, сказав, что так и так, у нас нет этих товаров, мы не положим вам их, да, все окей, типа мы вернем вам деньги, или мы пришли вам что-то другое взамен. Или у меня есть другая версия того, что может быть по дороге кто-то открыл парочку этих моментов и украл это, потому что когда я открывала коробку, в которую мне пришел этот адвент, его было очень легко открыть. И я не знаю, тут два варианта, либо они не доложили это сами, либо кто-то украл это, пока это все было в дороге. И вообще, в общем и в целом, мне календарь показался интересным, да, здесь очень интересные продукты, которые я, наверное, сама бы вряд ли купила, и очень много неизвестных брендов, о которых я вообще слухом, о которых я не слышала. Поэтому это очень приятно пробовать что-то, чего ты еще в жизни не пробовала, конечно же. Мне кажется, он стоит своих денег, то есть, если бы он стоил, например, 150 долларов, это было бы слишком много, этот календарь. Если вы подписаны 99 долларов или 89 долларов, если вы подписаны на бьюти бокс от Glossy, Glossy Box, то это тоже очень хорошая цена, потому что здесь нет чего-то такого, что мы встретили, например, в календаре Look Fantastic. Вот там бренды были, которые я знаю, и которые меня восхитили, и которыми мне хочется пользоваться каждый день. И вот такая на сегодня была распаковка адвент-календаря от бренда Glossy Box, того самого бренда, который каждый месяц выпускает разные бьюти-боксы, которые стоят 21 доллар. И вы знаете, ребят, я не знаю, я не чувствую, что я могла бы вам посоветовать этот календарь 100%, я не могу гарантировать вам того, что когда вы получите свой календарь, вы не досчитаетесь парочке товаров, как и я сделала. Или то, что палетка приедет к вам в целости и сохранности, понимаете? Поэтому делайте выводы сами, купили ли вы его или нет, и пишите мне в комментариях, что вы думаете о нем, действительно ли это обман от Glossy Box, или все это нормально, и это случается каждый день со всеми, кто покупает этот календарь. Мне будет очень интересно узнать ваше мнение по поводу этого, ребят. И в общем, на этом моменте я вас не буду задерживать, желаю вам прекрасного настроения, хороших макияжных дней, прекрасного самочувствия, большого здоровья. И я вижусь с вами в следующем видео.